МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Автоэкспертиза». Меня зовут Максим Приходько. Автотюнинг в России сегодня. Вот так звучит тема нашей программы. И в гости сегодня я позвал человека, который родился с автотюнингом в крови. Ну, если все в детстве мальчики портили, ломали машины, то мой гость сегодняшний, он, если их и ломал, то с точки зрения не просто что внутри, а что сделать так, чтобы эта машина отличалась явно от всех остальных в песочности у детей. Это Вадим Никишев. Вадим, приветствую тебя. Я не обманул наших телезрителей? Так точно. То есть так оно и было все. Потому что я ломал в детстве игрушки только вот, а что внутри? Потому что в мое детство не было радиоуправляемых и такого, всего остального, на ключике или на батарейках. Но батарейки это отдельная история, а на ключике интересно было, а как там это все, да, жужжит? Ну, когда на ключике тогда еще сложно было улучшать, улучшать в силу возрастных каких-то ограничений, а вот когда уже стал побольше и начал ломать сувенирные машинки, да, процесс пошел. И ты из них делал кастер-тюнинг и так далее. Слушай, ну и отлично. Вот сегодня о тюнинге и будем говорить. Ну и давай смотреть сюжет. Автотюнинг в России – страсть повесомее, чем наши национальные охота и рыбалка. Покупкой модных, спортивных, стильных и каких угодно любых других автомобильных аксессуаров могут заниматься как владельцы машин отечественного производства, так и обладатели самых последних моделей иномарок. Ведь не секрет, что каким бы совершенным не был автомобиль, всегда найдется повод довести его до полного совершенства. Приступая к тюнингу авто, все автовладельцы преследуют одну цель – сделать свою машину единственной и неповторимой. Естественно, что у каждого свой взгляд на предмет. Кто-то все делает сам, кто-то доверяет специализированным автоотелье, кто-то глубинно перетряхивает мотор, а иным достаточно спилить по паре витков с каждой из пружин. И вот она – тюнинговая машина. О том, какие направления в российском автотюнинге сейчас наиболее актуальны, где покупать специализированные запчасти, как не нарушить требования ГИБДД в ходе тюнинга своего авто – обо всем этом наша сегодняшняя программа. Ну и давай самое главное, пожалуй, что интересует наверняка всех – автотюнинг – это все-таки забава своего рода? Или это действительно серьезный, правильный автобизнес в России? Для кого-то, естественно, это автобизнес, для тех, кто его предлагает. Для большинства потребителей – это хобби, это забава, которая может проявляться совершенно по-разному. То есть кто-то пытается усовершенствовать свой автомобиль, сделать его непохожим на другие. Это, собственно, мы помним еще и советских времен, когда были вот эти стеклянные розочки на рукоятках, коробки передачи. Слушай, это тоже можно назвать тюнингом, да? Конечно, конечно. С этого все начиналось. Желание-то оно всегда одно и то же. То есть выделиться из толпы. При том, что тогда выбор был ограничен, и возможности по усовершенствованию автомобилей тоже были ограничены. И модельный ряд тех, кто... И модельный ряд, оно все проявлялось именно таким образом. То есть эти вот катафоты на брызганиках, антистатиками, да. Все это было. Сейчас выбора намного больше, но у меня создается впечатление, что в массе своей народу это стало менее интересно. Или даже не так. То есть автопарк у нас растет постоянно. То есть у нас продается достаточно большое количество автомобилей каждый год. Да, наверное, в количественном выражении у нас выросла прослойка поклонников тюнинга. Я имею в виду по количеству машин, которые у нас были доработаны. Причем, начиная с бюджетных, так и заканчивая сверхдорогими машинами. Но по факту люди сейчас предпочитают купить автомобиль и просто на нем ездить. Безо всяких улучшений. Потому что и срок эксплуатации автомобиля у нас в целом сокращается. Да, не нужно 10 лет ездить на чем-то одном, подкрашивать его серебрянкой в гараже, по ходу дела еще подумать, а может быть и молдинг сюда наклеить, он ржавчину прикроет и придаст неповторимый вид. Нет, то есть люди сейчас купили на три года автомобиль, спокойно на нем поездили и особо не заморачиваются. Знаешь, извини, я тебе говорю, что меня всегда поражало. Одно дело, когда люди покупают, ну, такой достаточно, а иногда же не новым глубоко автомобиль, и начинают как-то улучшать с точки зрения каких-то спортивных, технических характеристик, внешнего вида того же. Я непонятно вам. Когда люди покупают там за страшные астрономические суммы что-нибудь такое вот уже спортивное, вот просто от бампера до переднего до сайта, все пропитано спортом, да, и еще люди говорят, нет, вы знаете, мне вот 6-литровый мотор, маловато, вот надо его еще. Так это очевидно, аппетит приходит во время еды. То есть если вы покупаете там какой-нибудь Ford Mustang мощностью под 500 лошадиных сил, да, если вы осознанно сделали эту покупку, если у вас есть опыт эксплуатации подобных автомобилей, вы понимаете, да, что динамика, наверное, не такая основосшибательная, как вы ожидали, поэтому ничто не мешает поставить до компрессора и получить там не 466, а там 700 лошадиных сил. Где ездят на таких вот, ну просто чудовищных... Я знаю, что там хорошо Германия, у них есть Нюрнбурглин, где там есть вот эти вот заезды, и все. И там автобусы гоняются смеха ради. Я видел эти ролики в интернете, когда обыкновенные автобусы рейсовые, коммерческие фургоны, кто кого обставит, так далее, по Нюрнбурглингу мотают. Все. Но у нас-то нет. Сразу несколько категорий людей, я думаю, стоит отметить. Те, которые купили такие автомобили и считают себя вправе игнорировать правила дорожного движения. Понятное дело, что если где-то есть камеры, они стараются на эти камеры не попадать, но есть участки, на которых они могут топнуть и развить максимальную скорость. Мне такой подход не очень близок. Мне ближе подход людей, которые осознанно покупают автомобиль для того, чтобы эксплуатировать его не только в городе, где им вся эта мощь не нужна, и весь этот уровень технических доработок, а для того, чтобы на выходные выехать, на трех дней. Сейчас это движение достаточно распространено. А, то есть такая забава у нас есть? Конечно. То есть это набирает обороты с каждым годом. Наверное, это не так распространено, как в Европе, но так или иначе в тех регионах, где у нас находятся автодромы. Это Москва с Московской областью, это Нижний Новгород, это Смоленск, это Казань, это Красноярск, это все там действует. В прошлом году у нас открылся в Сочи автодром, то есть известный проект, где у нас прошел первый гран-при России, «Формула-1». И, насколько я знаю, я периодически общаюсь с руководством автодрома, они утверждают, что у них все расписано просто по дням, по часам. Все горят желанием приехать и прокатиться на мощном быстром автомобиле. Слушай, откуда люди черпают информацию о том, что автотюнинг, он же велико многогранен, начиная внешне, заканчивая серьезной перенастройкой шасси и так далее. Кстати, я вспомнил интересный случай, когда один товарищ решил глубоко прокачать Toyota Land Cruiser, и он ей придал совершенно дивную, потрясающую разгонную динамику. Но что касается тормозов, он потом уже понял, что штатные тормоза не спасаются, и в очередной раз, влетев, он приехал и сказал, ребят, с точки зрения, как разгоняется, просто сил нет, как хорошо. Теперь научите его тормозить, что вылилось ему в сумму гораздо больше, чем, так сказать, то, чтобы эту штуку махину разогнать. Выставки, автотюнинг и так далее, все вот эти шоу, фестивали, это удел только центральной России? Или же это вот... Нет, в регионах тоже проводятся, естественно, свои выставки. Я к чему, просто совсем недавно, совсем недавно, вот в апреле, в Москве была знаменитая, вот в Крокус-Сити, выставка автотюнинга. Что-то подобное есть у нас, вот, за пределами Москвы? Целенаправленно нет. По моему опыту, обычно это появляется в рамках какой-то автомобильной экспозиции, которая затрагивает интересы, представляет интересы местных дилеров, которые привозят туда новые свои модели, ориентируясь на специфику именно того города, где эта выставка проходит. И, как правило, в рамках ее организуются отдельные стенды, где местные кулибины, либо представители известных марок, они заставляют свою продукцию. Опять же, там, изначальная настроенность вот этих экспозиций, это показать людям ассортимент и по возможности сразу же его и реализовать. Скажи, пожалуйста, а в этом случае, если люди твердо решают... Ну, во-первых, во-первых, мне кажется, что когда люди говорят автотюнинг, они подразумевают нечто такое спортивное, какое-то направление, потому что, ну, вряд ли, там, мы о джоперах будем, конечно, говорить и о этих мусорах замечательных, снегоболотых ходах, нежели чем автомобиль. Но тем не менее, я думаю, большинство народа это вот такая ассоциация. Если автотюнинг, тире, значит, какая-то скорость, там, динамика, разгон и так далее, так далее. А может быть, сразу купить вот машину, где будет написано там, ну, я не знаю, что, «Лада Гранта Спорт». Да? Вот сразу купил, и вот она сразу гоночная, спортивная и, ну, как бы, прокачена. Нет? Значит, в развитии идеи, сразу скажу, что, например, для жителей Тольятти, там, начало 2000-х годов и первой декады, тюнинг, это было, скорее, там, не технические доработки, не мощь, там, не какая-то динамика. Это были обвесы. То есть, в городе, где доминирует продукция автоваза, естественно, каждый хотел выделяться, поэтому было множество так называемых тюнинг-ателье, там, разного уровня качества, с разными дизайнерскими подходами, которые предлагали потребителям сделать автомобиль внешне отличный от других. Естественно, все это потянуло потом какие-то дополнительные элементы интерьера, и все это пользовалось, там, достаточно большим спросом. Сейчас, насколько я знаю, все это идет несколько на спад, потому что люди углубанились, опять же, рассматривают автомобиль по-другому. Но, да, представления о тюнинге у всех разные. Не будем забывать, там, о таком направлении тюнинга, как автозвук. Нет, автозвук, нет, это отдельная история, это как государство к государству, то есть, тут у них, там, они вообще безбашенные люди, они и в Запорожье, там, воткнутся, всего, что, там, цена вот этого вот всего будет, там, на 45 раз превышать стоимость этого несчастного Запорожья. Но это тоже тюнинг. Нет, это тоже тюнинг, но это как бы немножко отдельно. Вот что касается, вот, я просто хочу тебя к чему подвинуть, ну, нету народа, денег в массовом порядке, чтобы Ford Mustang купить вот этот вот прокачанный, под 500 сил. Но зато есть Лада Гранта спорт, у нее спорт уже, вот, оригинальный, все. Я думаю, это хороший вариант. Объясню, почему. Значит, какие бы задачи мы не преследовали, выбирая свое направление тюнинга, в котором мы будем совершенствовать собственную машину, мы должны для себя расставить приоритеты. То есть, для кого-то, действительно, там, можно просто поменять, там, передний и задний бамперы, пороги, накладки сети сделать, обойдется это тысяча, 15 рублей на отечественную машину, и у вас уже будет автомобиль отличаться от обычного дорожного потока. Если вы хотите автомобиль именно с технической точки зрения доработать, вот, опять же, в редакции журнала, где я работаю, мы ведем проект, где мы дорабатываем автомобиль Лады Калина, это была обычная машина, там, в исполнении люкс, купленная полтора года назад, и мы пытаемся сделать из нее машину, на которой можно передвигаться и каждый день, и в том числе, выезжать на любительские кольцевые соревнования. Соответственно, это тянет за собой сразу массу заработок. То есть, даже не трогая мотор, мы улучшили передний тормоза, поставили альтернативный комплект, это обошлось в 40 тысяч рублей. Мы экспериментировали с разными подвесками, даже если остановиться на не самом дорогом варианте, это будет порядка, там, 20-25 тысяч рублей, чтобы поменять передние и задние амортизаторы с пружинами, будет меньше дорожный просвет, соответственно, вместо обычных резин металлических шарниров там появляются полиуретановые, все это придает подвеске необходимое качество, которое позволит машине быть быстрее на автодроме. И вот, соответственно, подвеска 25, тормоза 40, уже получается 65. Если мы захотим задние тормоза добавить, тоже там 20-очку нужно приготовить. Если мы захотим при этом сделать автомобиль внешне более агрессивным, мы такую задачу не ставили, но вдруг, опять же, еще плюс 15 тысяч рублей. То есть, на 100 тысяч рублей, вот просто, по мелочи, добрать, сделать автомобиль быстрее, очень просто эту сумму спустить. Извини, опять, грать-ти вернусь. Правильно я понимаю, что все, что ты сказал, вот этот вот тернистый путь, все это уже есть в машинстве, в качестве спорт. Да, Lada Kalina Sport или Lada Granta Sport по сравнению с обычным автомобилем в комплектации Luxe, этой же модели, он будет дороже тысяч на 50-60. При этом, там у вас будет уже доработанные тормоза, доработанная подвеска, там уже будет форсированный мотор, пусть не намного, там силы на 15-20, но, по крайней мере, это вот все, что продается в АЗовских дилерских центрах под маркой Lada, соответственно, подпадает под программу гарантийного обслуживания, которая недавно, кстати, была продлена, да, по пробегу. То есть, вы получаете автомобиль, который изначально приспособлен, пусть и является компромиссом, да, но, по крайней мере, он будет заметно быстрее на треке, нежели серийная машина. А отсюда такая правильность, я понимаю, что продукция Автоваза, это самая та золотая середина, от которой танцует большинство любителей автотюнинга, ну, в плане каких-то доработок. Нет, если мы говорим о любительских кольцевых соревнованиях, получается не совсем так, потому что за эти же деньги... Тут дешевле еще есть. Ну, какие задачи мы ставим? Если мы ставим цель быть быстрым на автодроме, то есть смысл присмотреться какой-нибудь там 10-15-летний БМВ, какой-нибудь 318-й в кузове компакта, помнишь, была такая? Это была маленькая обрублена вносит. Вложить туда, грубо говоря, изначально автомобиль обойдется как калина в скромной комплектации, потому что это старая машина, в принципе, она особо не нужна. 400 тысяч рублей, да. Где-то так, да. Соответственно, вы вкладываете там в подвеску на 50 тысяч рублей, и в принципе на ней можно ехать уже быстрее, нежели на калине спорт. Но при этом, естественно, никакого шика, никаких красивых бамперов, ничего. И никакой гарантии, конечно, что у вас это все не сломается в первом же повороте. Ну, тогда, значит, снова мы возвращаемся к нашей этой печке в лице АвтоВАЗа, значит, и танцуем от нее, если уже есть эти кит-пакеты, как ты сказал, что уже даже гарантии сохранятся, вообще фантастика. Да, это очень удобно, пришел, купил и наслаждаешься. То есть практически АвтоВАЗ уже стал как вот хороший зарубежный концертный, который в своем, так сказать, репертуаре, может сказать, имеют, и какие-то уже готовые ключевые решения, там, не нравится тебе динамика такая, вот тебе динамика будет купи, другая. И все это сертифицировано, и все это как бы уже опробировано, это не просто какая-то там артель там сваяла и выросли. На круг получается дешевле. Ну, и АвтоВАЗа есть собственное подразделение «Ладо Спорт», которое занимается подготовкой как гоночных автомобилей для участия в соревнованиях, как в ралли, так в кольце. И, в принципе, они же строят на своих мощностях мелкими сериями вот эти вот «Калина» и «Грант и Спорт», которые можно купить у любого практически дилера АвтоВАЗа. Что ты можешь сказать об остальных автосборочных заводах, которые есть на территории нашей страны, но это и на марке, естественно, я имею в виду, они вот эту политику поддерживают, что там, условно говоря, я купил там «Кюнда» или там «Кия» или там «Форд», и, значит, хочу, чтобы она была немножечко резвее, веселее и так далее. Завод пойдет навстречу? Есть ли такие кит-пакеты какие-то или как-то правильно сказать? Насколько я знаю, нет. Их тема «Спорта» не интересует? Их интересует продажа, в первую очередь. Если народ покупает то, что они предлагают в качестве готового товарного гражданского автомобиля, зачем им лезть в этот сложный специфичный сегмент, где может получиться, может не получиться? Ну, хорошо, тогда что там делает «Рено» с своей моделью «Рено Лаган»? Есть же гоночная машина. А может быть, не знает люди. Ты скажи, что есть такая гоночная машина. Гоночная машина «Рено Лаган» есть. Она существует, во-первых, за рубежом. Появилась, собственно, там она была омалогирована по определенным требованиям и представляла, по сути, собой входной билет в автоспорт. То есть, изначально дешевый автомобиль, соответственно, таким же он был дешевым и в гоночном исполнении в сравнении с другими, естественно, спортивными гоночными автомобилями. То же самое было подхвачено у нас. У нас некоторое время проводился кубок «Рено Лаган». Но это была такая тоже спорная инициатива. Они периодически возникают, появляются, но заточены они на спорт, потому что люди рассматривают это как инструмент продвижения. А продвижение именно гражданской машины. А каких-то версий, которые будут обладать улучшенными характеристиками в гражданских модификациях, нет. То есть, заводы это неинтересно. Завод клепает их как пирожки в продукцию массового употребления. А монокубки у нас есть или нет? Ну, понимаешь, раньше был «Фольксваген Поло». Да, сейчас есть «Фольксваген Поло Кап». В ралли существует этот кубок. Но, опять же, «Фольксваген» это большой завод, а «Фольксваген Поло Кап» это инициатива который, будучи бизнесменом, нашел, так сказать, в себе силы для того, чтобы эту машину создать, продвигать. Сейчас, насколько я знаю, заручился поддержкой представительства «Фольксваген» в России. То есть, сразу говорим, что это не головной офис, это именно российское представительство. Но, существует, опять же, вариант «Фольксваген Поло Седан», который производится у нас в России. Тот, который для ралли, да, это все-таки европейский автомобиль, доработанный здесь. То, что производится у нас в Калуге, эти машины существуют в кольцевой версии, они участвуют в профессиональных гонках, в российской серии кольцевых гонок с прошлого года. Но, говорить о том, что мы увидим такой же автомобиль на дорогах общего пользования, да, у которого мотор форсированный по этим же технологиям до 150 лошадиных сил, нет, нет, бессмысленно. И все-таки, смотри, получается тогда, что те иномарки, которые, ну, более-менее доступны, по цене, которые продаются и собираются у нас в России, их, так сказать, придется, если что, дорабатывать самому до какого-то такого спортивного или околоспортивного состояния. В отличие от той же Лады Калины, который завод и хочет тебе уже будет готовый, и хочет, ты можешь купить у него эти, так сказать, пакеты и доработать там постепенно. А как мы собираемся дорабатывать? Вот именно с точки зрения эксплуатации в любительских соревнованиях? Компромисс, конечно, чтобы я, условно говоря, и за хлебом, и на работу, и на дачу. А когда на даче делать нечего, я все там выкопал, всю картошку, то я поехал на какие-то любительские гонки. Нет? Есть, есть решение. Если мы говорим о массовом сегменте, вот совсем массовом, да, там, Hyundai Solaris, Renault Logan, там, Alessandero, Kia Rio, или Volkswagen Polo Sedan, тот же самый, то можно заморочиться и через тюнинговые фирмы поискать какие-то наборы, комплекты, распредвалы, например, с большим подъемом, заказать их из Германии или из Кореи, потому что все это так или иначе существует. Но популярность... Просто мы об этом не знаем. Мы не хотим об этом знать. Ой. Опять же, если это не предлагается массово, значит, это не пользуется большим спросом. Мы предлагаем с этой стороны посмотреть на это. Нет, я думаю, люди, которые покупают такие автомобили, они изначально не хотят глубоко вмешиваться в его конструкцию. Им важнее, что вот как Kia дает там пятилетнюю гарантию, условно говоря, да, и гарантия сохранялась, да, а уж насколько он там поедет на 130 или там на 160 сил для них не так важно. Но при этом хочу сказать, что если мы берем автомобили, которые изначально уже имеют некую спортивную ориентацию, они предоставляют нам широкое поле для доработок. Это вот как раз Шкоды всякие, Octavia RS, Volkswagen Golf и GTI, Renault Megane RS, много таких автомобилей, особенно благодатны с этой точки зрения автомобили с турбомоторами, потому что форсировать его просто изменением программы управления можно там сил на 80 сразу. Было 220, становится 300. вот мы всегда в рамках программы задаем нашим телезрителям какой-то вопрос. Вот сегодня мы москвичам автомобилистам, телезрителям задали вот какой вопрос. Что вы знаете об автотюнинге? Вот давай послушаем вариант ответа, который мы услышим, а потом, что такое автотюнинг для тебя все-таки? Ну, достаточно много, что прокачивает автомобили в плане того, что повышают мощность автомобиля, внешний вид улучшают автомобили. Вот. Сам никогда не пользовался. Да, в общем-то, особо ничего не знаю. Внутренний, внешний, глубокий тюнинг. Планирую внешние обвесы поставить, диски, колеса поменять. Потом уже двигателем заняться. Посмотрите, мою машину, что добавить? Я этим занимаюсь всю жизнь. Да практически мало что. я им не занимаюсь. Не, ну, стекла там затонировать, обвесить машину, может быть, усилие этот, двигатель как-то апгрейдить. Честно говоря, мало этим интересуюсь. Особо ничего такого не знаю, даже, честно сказать. Ну, вот такой срез, честно говоря, как бы, я даже не знаю, что к этому добавить. автотюнинг для себя, что это? Для меня автотюнинг это возможность улучшить автомобиль в том направлении, которое мне нужно. Если у меня, представим, да, что у меня есть несколько автомобилей, и все они сошли с конвейера, они, изначально, там, один из них кроссовер, другой из них легковой автомобиль, третий кабриолет. Красиво жить не запретишь. Допустим. А, тогда хорошо. Я хочу, как бы, каждый из этих автомобилей доработать. Понятное дело, что если это будет внедорожник, я выберу для него внедорожный тюнинг. Соответственно, он будет заточен на то, чтобы еще лучше преодолевать какие-то оффроуд препятствия. Если мы говорим про то, что это мощный быстролековой автомобиль, соответственно, на нем появится спортивная подвеска, на нем появятся цепкие шины, у него, скорее всего, будет усовершенствована и тормозная система, и двигатель, и все такое прочее. Если это будет кабриолет, я думаю, скорее всего, там появится отличная какая-нибудь аудиосистема, для того, чтобы он мог неспешно, там, 60 метров в час катиться по городу, ну, или за городом. Что можно улучшить в кабриолете? Какой тюнинг? Аудиосистема. Аудиосистема. Подсветочку, например, сделать красивую, чтобы не только ты, но еще и окружающие видели, как у тебя хорошо в салоне. Ладно, хорошо. У нас есть вопросы, которые люди будут задавать тебе, а ты, так сказать, будешь отвечать, ориентировать. Мы же обещали, что ты сориентируешься. Во втюнге, вот, пожалуйста, конкретный блок конкретных вопросов. Давайте нам первый. Здравствуйте. Что вы скажете по поводу хромированных киногурятников для джипов? Это действительно помогает при ДТП? И насколько они правомерны с точки зрения закона? Спасибо. Помогут они. Помогут они только в том случае, если они используются по прямому назначению. Появились они в Австралии на автомобилях. И пусть там все остаются. У нас нет кенгуру. Конечно. Кенгуру не прыгают. У нас есть пешеходы. Что делать людям, да? Что делать людям, вот которым сильно, вот, ну, просто вот, умру на них, как вот охота, вот, чтобы это было вот впереди. Ну, вот зайди, зайди к любому дилеру, который в своей продуктовой линейке имеет какой-то хороший, вот, ну, рамный джип, да? Не важно, какой модель. Там обязательно будет их пяток висеть, вот, и все они такие хранированные, хорошие, классные и так далее. Что выбрать тогда? Вот говорят же, что, ну, вот просто так нельзя, потому что это травмирует, как ты сказал. Да. Тогда как вот, какой, где эта золотая середина, если совсем уж хочется и все. если очень сильно хочется, ничто не может запретить человеку, да, даже какие-то там взыскания со стороны органов правопорядка, он обязательно это сделает и будет ездить. Я просто хочу обратить внимание на то, что конструкторы современных автомобилей бьются над тем, чтобы сделать автомобили безопаснее. Не только для водителей и пассажиров, в том числе и для пешеходов. Поэтому, установив вот этот кенгурин, вы просто начисто убиваете все вот эти усилия огромного количества инженеров, и, соответственно, повышаете шанс убить, не дай бог, еще и пешехода. Понятно. Давайте осознавать свой ответ. Ну, то есть, ты считаешь, что лучше обойтись без вот всей этой красоты? Окей. Следующий вопрос. У меня Volkswagen Multivan 2003 года. Хочу поставить альтернативную оптику с ксеноном. Скажите, пожалуйста, это возможно? Вообще, так сказать, помнишь, ты говорил критерии автотюнинга и в том числе, наверное... Улучшение потребительских характеристик. Да, вот головной свет, действительно. Ну, вот не нравится штат. Что делать в этом случае? Насколько я помню, на этом поколении уже были исполнения с газоразрядными лампами фара. Поэтому, если эти фары найти от другой модели, которые изначально были с ксеноновыми лампами, то можно. Я думаю, да. Но надо помнить, что обязательное условие для использования ксеноновых фар, да, это наличие омывателя. Потому что, как только стекло с фарой становится грязным, все это начинает светить вообще непонятно куда. Но, опять же, повторяю, что желательно, чтобы это была фара от этой же модели, только приспособленная для использования ксенона. С другой стороны, как показывает опыт тестов разных, самых разных автомобилей, не всегда дорогая газоразрядная оптика или модная нынче светодиодная светит лучше, чем старый добрый галоген. То есть это зависит изначально от конструкции фара, от того, насколько тщательно производитель проработал. Если вы поставите туда газоразрядные лампы, не факт, что они будут светить лучше, чем обычные лампы на калеве. Слушай, а есть же вот эти лампы, которые с увеличенной светоотдачей, да? Да. И это реально работает? Может быть, не настолько громко, как заявляют производители, потому что чаще всего это маркетинговая уловка. Но в целом да. То есть и нужно помнить даже, что среди ламп с одинаковыми заявленными характеристиками есть те, которые работают лучше, которые работают хуже. Благо, у нас есть автомобильные здания, которые проводят эти экспертизы. Можно просто посмотреть и определиться с маркетинговой производителем. То есть не обязательно не вот этот дорогущий хсенон? Конечно. Окей, хорошо. Давайте нам следующий вопрос. Хочу перепрошить блок управления двигателем своего BMW 520. Насколько уменьшится ресурс двигателя? Вопрос, конечно, интересный, потому что не совсем понятно, какого поколения это 520 BMW, соответственно, моторы, которые были раньше, которые есть, сейчас они разные, по-разному реагируют на тюнинг. Если мы говорим о том, что это современная линейка моторов BMW, практически все они сейчас снащены турбонаддувом, как мы уже говорили раньше, наличие турбокомпрессора позволяет нам достаточно недорого и быстро все это сделать, повысить отдачу. Допустим, если это BMW, ну, не 3-5 лет, а, допустим, там, 8-10 или старше. Надо смотреть конкретно на тот мотор, который стоит у человека. Если говорить про старый BMW, в основном, я не думаю, что, скорее всего, это будет атмосферный мотор, а атмосферный мотор, он требует достаточно большого вмешательства в конструкцию, для того, чтобы повысить его отдачу. А вообще, какое твое отношение вот, ко всевозможным этим перепрошивкам для отдачи, так сказать, наибольшей мощности? Потому что, ведь можно таким макаром, я не знаю, рабочий крестьянский ренолаган, условно говоря, который мы сегодня вспоминали, как-то тоже перепрошить, и сколько там сил прибавит? Прибавится, но немного. Увы, это атмосферный мотор, и только лишь прошивка, и, соответственно, желательно, там нужно будет поменять впускной коллектор, нужно будет поменять выхлоп, нужно будет поменять валы, да, и тогда в целом, ну, вот я говорю, скажем, тот же Volkswagen Polo Sedan, который участвует в российской серии кольцевых гонок, у него мощность порядка 150 сил, у базового этого мотора мощность порядка 105 лошадиных сил. То есть, в принципе, если мы зададимся целью, мы можем собрать такой же мотор для ежедневной эксплуатации, он будет не очень удобен, потому что, скорее всего, он будет ехать хорошо только на высоких оборотах, соответственно, при старте светофора вам придется каждый раз ловить этот момент, чтобы не заглохнуть, вот, но в целом, в целом это возможно. Опять же, я говорю, лучше изначально выбрать автомобиль, оснащенный турбодвигателем, и с помощью прошивки поменять программу управления, увеличить давление наддува. Это даст гораздо больше эффекта. Угу, окей. Так, давайте нам следующий вопрос. Как вы относитесь к автомобилю с сильно заниженной подвеской? О, ну, кто ж не видел эти машины, да? А кто не видел эти ролики в интернете, да, когда народ выходит, ставит эти досточки, передвижающиеся с российскими, и вот она бедная там. Вообще, откуда природа этого? Я считаю, что это вот, ну, как сказать, есть автотюнинг, а есть автотюнинг. Я думаю, что это вот как раз второе, нет? Я думаю, это все вторично. Это все пришло, на мой взгляд, из Соединенных Штатов, где народ очень давно занимается доработкой автомобилей, то есть мы помним, да, эти ход рода, которые там после войны уже появились. И все, что было испробовано там, оно приходит в нашу страну, спустя некоторое количество времени, и принимает какие-то местные национальные формы. Ну, это что, каким образом это занижать? Пару витков спилили и привет, что ли? Самый простой вариант, да, сделать он и так. При этом людей не волнует качество езды, то есть понятное дело, что такой автомобиль будет и некомфортный, такой автомобиль будет плохо управляться, несмотря там на какие-то возможные представления владельца о том, что чем ниже центр масс, тем лучше она будет стоять на дороге. Нет. По сути, это кич. То есть человек едет, там высекает искры своими порогами из асфальта, вот он показывает, что он не такой, как все. И это тоже автотюнинг? Это тоже автотюнинг, да. Это тоже автотюнинг. А как ты относишься, можно я задам вопрос, прежде чем, вот правильно, я сейчас пытаюсь объяснить, когда колеса домиком, и они просто входят туда в арки, да, это тоже, то есть как вообще на таком ездить можно? Это же не по прямой, только же как-то еще надо поворачивать. В общем, да. Если, как самовыражение, да, оно так и выглядит. То есть заниженная подвеска, закрыты арки, для того, чтобы это как-то туда умещалось, соответственно, делается вот этот ужасный развал. Но, опять же, колеса, для чего это делается? Обычно это вот какие-то очень широкие колеса, на которые резина натягивается так, что там начинает работать не только протектор, но и боковина. Понятное дело, в штатные места они не влазят, приходится их разваливать. Это, назовем это искусством, может быть, спорное, да. То есть есть же у нас там какие-то современные деятели, да, в творчестве, которые делают странные инсталляции, что-то еще. Многим это не нравится, но они находят своих поклонников. Я бы все-таки, когда говорил о таких вещах, о занижении, о увеличении развала колес, я бы все-таки думал в первую очередь о том, что это может принести функциональную пользу. То есть это действительно может сделать автомобиль более быстрым, более хорошо управляемым, вот, и по совокупности мер превратить его в хорошее средство передвижения. Но кто-то выбирает исключительно внешние какие-то эффекты. Хорошо. Так, давай смотрим следующий вопрос. Какую модель из неновых заднеприводных посоветуйте для дрифта? Японскую или европейскую? Знаешь, я к своему стыду даже не знаю, я европейский не слышал. Есть ли вообще? Есть, есть. Даже в чемпионате Европы по дрифту ездят Е30 и BMW. А, ну да, старая Титрюшка, да, да, задний привод уже остался. Вот, но в массе своей, я думаю, самый доступный вариант это будет именно какая-нибудь праворукая японка. Какая-нибудь там Nissan Silvia или старенький Skyline. Ну, практически любой купе с задним приводом, да? А дрифт вообще можно, ну, если так глобально отнести к автотюнингу? Или это уже давным-давно спорт? Я думаю, это спорт. То есть, те люди, которые целенаправленно строят автомобили для участия в соревнованиях по дрифту, они так или иначе вынуждены строить их по каким-то требованиям, если они хотят участвовать в официально разрешенных мероприятиях. Соответственно, у них там появляется каркас безопасности, а мы знаем, что в автомобиле с каркасом безопасности запрещено ездить без шлема. Соответственно, мы сразу вычеркиваем его из городской жизни. То есть, это спорт, это специальный снаряд, заточенный под определенные задачи. Хорошо. Тогда давай вернемся снова вот к автотюнингу, как вот золотой середине между спортом и повседневной эксплуатацией. В этом случае, так сказать, что выгоднее, что ли, я не знаю, купить, или там целесообразнее с точки зрения цены и будущих затрат, или там цены покупки этого донора. Автомобиль заднеприводный, ну, как классическое, или переднеприводный. Помнишь, у тебя был материал, где ты гонял на каком-то спортивном треке что-то из классики, с Жигули, что-то было, и что-то было современное. И я помню потом, ты говорил, что о Жигули в общем не сильно выступали. Сложно говорить, потому что мы не можем взять автомобиль одного производителя, одну модель, ну, пусть это будет, грубо говоря, полноприводная Subaru. Мы говорим, что давайте-ка мы уберем кардан, и она останется только с приводом на переднюю ось, и мы посмотрим, как она едет вот в переднеприводном исполнении. Потом нет, нам не понравилось, мы точно так же оставляем привод только на задние колеса. Нет, каждый автомобиль разный. То есть изначально это плод огромного труда инженеров, конструкторов, испытателей, которые доводили до определенных характеристик. И мы не можем сказать, что там заднеприводная BMW в определенной версии, она там была бы быстрее, если бы она была переднеприводной. А Renault Megane ее объезжает, потому что именно переднеприводная, а не заднеприводная. То есть это в совокупности все работает. Здесь больше зависит от предпочтения человека, что ему больше нравится. На заднем приводе в принципе можно реализовать до определенного момента больше мощности при разгоне. То есть передний привод он ограничен наверное там порядка трехсот лошадиных сил возможно вот именно с передних колес реализовать, когда вы разгоняете. И то это будет пробуксовка интенсивная. Поэтому все зависит от предпочтений. Нравится вам передний привод и вы знаете как им управлять. Ради бога если нравится задний вы любите дать угла. Тогда задний привод наш. Слушай, ну теперь самое лакомое наверное все этого ждут вот тюинг для джипа для всех вот этих вот парней суровых которые выбрасывают штатную подвеску ставят там какие-то зверские газонаполненные амортизаторы а то и по два на каждое колесо вот эти огромные здоровые колеса и так далее и так далее вот давай немножко два слова о том что вот так сказать это же страшно дорого да? Именно автотюнинг что касаемо вот таких вот полноприводных больших серьезных машин. Любое вложение в автомобиль это дорого это зависит от того насколько вы глубоко погружены в тему насколько вы готовы раскошелиться. Тогда хорошо сделай нам джентльмитский набор я хочу шнорхель я хочу колеса более зубастые и другого диаметра значит и что я еще хочу? Ну и самбалкиривший дифференциал куда-нибудь хвостик. Ну самбалкиривший дифференциал наверное это одно из самых простых доступных вещей ну то есть будет стоить там порядка 15-20 тысяч рублей если мы там берем отечественных производителей. Это недорого. По покрышкам опять же зависит от производителя зависит от диаметра колеса. Помнишь как-то когда мы уже эту тему автотюнинга поднимали с тобой несколько лет назад ты говорил о том что уважающиеся западные концерны они готовые тюнинг пакеты делают для своих автомобилей. Ну это в плане каких-то динамических характеристик тормозных и так дальше. Вот скажи вот сейчас когда не очень весело верим в флайм продаж и так далее эти пакеты остаются которые предоставляют именно официальные дилеры или нет? Или если я купил там не знаю Вольво то я должен искать какую-то такую фирму которая там на свой страх и риск набила руку на них что называется и они вот что-то как-то мне ее дополнить но при этом я лишусь гарантии. Есть все эти фирмы есть то есть даже покупая автомобиль BMW не выбирая там модельку с шильдиком M который изначально будет означать большой уровень доработок просто как вы имеете серийную 335 версию вы можете заказать там M пакет на двигатель и в базе он развивал грубо говоря 306 лошадиных сил а будет он развивать 326 лошадиных сил небольшая прибавочка но так или иначе все это будет от производителя все это будет хорошо работать вы не лишитесь гарантии все будет отлично вот у Volvo то же самое там фирма Polestar есть которая точно так же предоставляет прошивки для двигателя все абсолютно законно легально ну правильно я тебя понимаю что в основном конечно узок, круг и вот этих вот предложений и если человек хочет как-то доработать то не каждый официальный дилер ему скажет не надо ходить на сторону вот у нас все есть мы вам предлагаем и мы вам установим и будет гарантия и так далее в основном же конечно люди вот что-то такое внедряют сами и здесь вот главная задача как мне кажется ну если человек не обладает какими-то там слесарными науками или там науками там электронщика да нет у него этого планшета значит с этим переходником диагностический разъем и так дальше надо искать фирму которая тебе это все сделает вот ты сказал твой проект где там тормоза 15 это дело 40 и так далее это без учета работы это ты сам делаешь потому что ты знаешь как делать а если я я не знаю как это единство вообще я только вот у меня научили как ездить да и слава богу на этом как вот эту фирму то найти чтобы потом машину то не загубили я не владею ситуацией исчерпывающей даже по Москве ну хорошо ты скажи как искать ну как логически какая-то цепочка вот я захотел там свою машину как-то вот там раздраконить ну как мне найти их ну потому что в интернете все что угодно есть а как ну как говорится зерна от плевел это отличить я думаю исключительно оцениваю отзывы потребителей в интернете то есть человек съездил к какому-то мастеру соответственно может не только своими ощущениями подтвердить сказать что а там раньше не ехал а теперь валит а вот например там у этого же мастера есть динамометрический стенд он действительно посмотрел графики понял что действительно есть какая-то прибавка а если у него есть еще какой-нибудь там прибор типа RaceLogic и он там дотошно замерил на пустынном участке дороги там разгон с нуля до сотни там на прежней версии на этой и понял что все это работает да еще и два года на этом проездил ну значит да этому мастеру можно верить то есть я думаю нужно только внимательно читать только вот опыт прошлого поколения что называется да окей скажи а вот ты уже говорил об этой истории когда то сказать это было модно в Тольятти потому что ну как бы все они практически одинаковые машины были и чтобы как бы выделиться вот этот вот внешний тюнинг ну это обвес ведь даже у более именитых производителей там совсем у них тоже были такие версии что там не хочешь такой пожалуйста вот тебе вес сделали и все и ты как бы в цене вот эта часть тюнинга она сейчас совсем в загоне или нет или все-таки есть еще вот эта вот прослойка людей которым главное вот чтобы машина выглядела ух не важно что там стандартные амортизаторы стандартные шины стандартный двигатель коробка и так дальше есть если мы говорим о представителях официальных марок официальных представителях там компании Mercedes BMW и так далее у всех у них есть там M-пакет вы покупаете какой-нибудь автомобиль с немощным мотором но при этом внешне у вас там благодаря порогам благодаря накладкам на бампера все это начинает выглядеть как почти настоящая M-ка точно так же AMG-пакеты у Mercedes опять же сами производители они стараются учитывать все эти вени они понимают что не нужно какого-то дикого разнообразия а когда вы покупаете BMW у вас изначально есть разные варианты исполнения помимо того же M-пакет вы можете выбрать там серийную машину версии Lifestyle версии Urban то есть какой-то минимальный набор у вас есть скорее всего ваша машина будет отличаться от той которую купил сосед вот а все остальное это творчество как наших умельцев так и зарубежных поскольку все это достаточно давно на рынке есть предлагается я понял это для условно говоря буржуинов а отечественное что-то такое есть пакеты готовые которые бы так сказать могли выделять есть причем есть как для бюджетных машин так и для дорогих вот я говорю раскрутилась за последние годы компания Larta Design которая достаточно грамотно начала вести политику они предлагали качественные изделия потому что человек который возглавляет эту фирму он такой перфекционист соответственно он ездил смотрел зарубежные аналоги сравнивал даже подводил на каких-то международных шоу владельцев иностранных именитых тюнинговых ателье и говорил вот разве это разве вы товар даете вот посмотрите как у меня это сделано у меня же намного лучше слушай меня всегда в этом случае сейчас в мире в мире действительно то есть они выставляются там во всяких дорогих салонах там на шоу у дилеров их продукции представлены дорогие автомобили инфинити рейндж ровер там и так далее оно пользуется действительно интересом в мире наша продукция отечественная инфинити это дорого все таки а вот бюджетные классы ну в основном машины какие а бюджетные много-много фирм то есть ну хорошо главное что они есть те которые те же были в Тольятти ателье которые делали обвесы там на десятки девятки они учли тоже рыночную ситуацию и сейчас начинают предлагать на массовые сегменты на марок которые собираются здесь точно такие же обвесы слушай вот этот обвес я ничего не имею против него кроме одного вот это вот знаменитое антикрыло которое входит в каждый второй не второй так третий пакет обвеса я всегда-всегда считал что если дело доходит до антикрыла какого-то или какого-то спойлера или еще чего-либо то ну как бы невозможно эту штуку на глазок сделать и уже надо как-то продуть в аэродомической трубе чтобы понять а вдруг вы там хвост разгрузили наоборот вот здесь как с этим стоит ли покупать вот все эти спойлеры и так дальше ну во-первых оно не будет работать в принципе на тех скоростях которые у нас разрешены по дд это бижутерия это бижутерия да ну и сейчас я наблюдаю такую тенденцию что люди теряют к этому интерес то есть появляется некий вкус и если сзади что-то будет то это будет аккуратный лип-спойлер на крышке багажника а не какая-то ужасная скамейка которая непонятно как будет работать я знаю ну так сказать я пролистал форумы перед программой всевозможных автомобилей и я понял ну как бы топовая вещь на сегодня что под вас ну подавляющим количеством людей это такой технически серьезный тюнинг ну он выглядит так серьезный технически потому что ты покупаешь там две шестерниновых и так далее я имею в виду трансмиссию Рену Лаган и Лады Ларбус людей не устраивает компромисс который заложен заводом изготовителем когда там чтобы ехать со скоростью 100 километров и выше обороты же искали там к трем своим тысячам и мотор ревет это будет инать поэтому что он для дела покупает вот так сказать слава богу что завод позволяет это делать и комплект все равно продается и так далее и главное поставить его туда внедрить ну не надо обладать сверхсупертехническими знаниями вот что ты скажешь по поводу вот такого совершенно как бы народно-прикладного тюнинга отличный пример рационального тюнинга когда человек понимает что его не устраивает в серийной машине когда он понимает что он хочет получить и делает это не в ущерб каким-то ходовым качествам то есть если мы ставим там пятую передачу или главную пару с другим передачным отношением да мы понимаем что у нас уменьшится расход топлива нам будет комфортнее передвигаться на дальние расстояния я считаю это очень хороший достойный пример помнишь ты говорил в самом начале программы что там среди перечисляя виды этого тюнинга был и автозвук да ну давай теперь подзан из программы скажи нам что-нибудь вот что в этой области творится ну потому что понятно как бы что до сих пор вот есть же четкая твердая вот это вот стоящее с простой людей которых категорически не устраивает не штатный вот этот простой звук который там бомбт инс системы да не так сказать даже если люди купят там какой-нибудь там средней руки проигрыватель или там комплект колонок и так дальше что заставляет людей тратить там сумасшедшие деньги которые там я не знаю ну мне даже страшно мне однажды сказали во что обошлось значит вот там какое-то вот звуковое оформление автомобиля гольф-класса я просто в ужас пришел ну вот мне это непонятно то есть ну как бы вот не знаю может быть меня в детстве перекормили музыкальной школы и был такой грех но вот с тех пор я как музыки вот она отдельно я отдельно ну приятно же послушать все-таки хорошую музыку да не та которая там звучит из обычного приемника когда ты там догадываешься что наверное вот это вот были скрипки а это был там тромбом неужели все так плохо со штатной нет не все так плохо но обычно она заточена под какие-то цели и в основном она воспроизводит звук в граничном диапазоне который больше подходит для разговорных каких-то жанров вот вы включили там радио какое-то и вы слушаете как там ведущая о чем-то весело Балагури чтобы оценить сполна красоту музыкального произведения оценить то что там в него заложили там композиторы исполнители звукорежиссеры конечно нужна хорошая акустика нужна она и дома нужна она везде но дома может быть там жена или маленький ребенок который скажет опять ты значит там захламил свою комнату своими этими чеснопольными там колонками да еще там два сабвуфера в углу у тебя и тогда люди уходят в машину люди говорят да ну и нафиг все равно я на работу езжу там трачу полтора часа два в пробках вот я пожалуй пробках послушаю смогу насладиться этим хорошим звуком построить это намного сложнее на самом деле нежели дома то есть дом у нас есть определенное помещение определенного объема можем использовать там какие-то шумоизолирующие материалы но так или иначе у нас уже есть некая база автомобиль это ограниченное пространство соответственно по шумоизоляции по виброизоляции тоже нужна большая работа при этом мы не всегда сможем уйти от того чтобы убрать там какие-то низкие частоты например да у которых очень большая длина волны они всегда будут присутствовать в машине но так или иначе вот зависит от того насколько вы готовы вложиться точно так же как вы можете там поставить на калину простенькую бюджетную подвеску и при этом радоваться тому что она у вас стала чуть более там хорошо управляемой вы можете там вложить в нее там реально стоимость этого же автомобиля и сделать из нее там кольцевой фактически болид так же и с музыкой то есть первый самый простой вариант это поменять штатные динамики на какие-нибудь более именитые вот или заменить головное устройство если вы хотите там построить себе концертный зал то естественно это потребует каких-то пропорциональных а может быть даже непропорциональных скорее не скорее не скажи вот завершая рассказ об автотюнинге ну вот начиналось все с простенького обвеса да потом люди так сказать вот наиграли с обвесом вот с этим ABS пластиком и прочее вспомнили а ведь можно же доработать и двигатель вот и ты приводил примеры значит с этими кольцевыми делами и с этими монокубками которых я вспомнил да а потом люди сказали да ладно а если завод делает шестеренки можно главную пару перетряхнуть и будет совсем здорово и я вот а кто-то вот значит ну вот вопрос же был у нас сегодня для дрифта даже люди смотри как глубоко люди проработали вопрос они не просто там между европейской конструкторской школой и японской конструкторской вот уже как глубоко люди разбираются то есть вот что подойдет тогда вот если всю вот эту вот палитру мы с тобой еще раз пересмотрели ну вдруг мы забыли что-то а это вот ну вот наверняка вот будь хедлайнером предскажи я да рискну погадать на кофейной гуще значит как я вижу к чему сейчас движется автомобиль это то что мы увидим скоро через я думаю там лет 10 наверное 15 ой это скоро для тюнинга ну хорошо там по крайней мере мы сейчас видим шаги которые уже к этому ведут сложно здесь предсказывать когда все будет реализовано это будет это будет это будет да значит это будет автомобили которые будут ездить независимо без участия водителя то есть они будут предоставлять комфорт персонального транспортного средства да что привлекает многих из-за чего все продолжают пользоваться автомобилей там передвигаясь поодиночке в них и при этом они не будут требовать от водителя каких-то усилий сейчас уже есть у нас адаптивные круиз-контроли которые позволяют там разгоняться тормозить автомобили самостоятельно на автомобилях мерседес инфинити у них есть система поддержания полосы движения то есть вы на какое-то время можете убрать руки с руля но мерседес правда при этом начинает ругаться да там аккура позволяет это делать когда автомобиль начинает проследовать за изгибами разметки а это все здорово и в ближайшее время это выяснилось как составляющие вот именно того финала что вот сейчас соответственно там разрабатываются протоколы по которым автомобили будут общаться друг с другом так и с какими-то наземными стационарными центрами и возможно возможно если мы там рассматриваем появление там сверхавтомобиля вот такого да который не будет задействовать водителя вполне возможно что тюнинг коснется как раз каких-то вот этих систем но не дай бог нам дожить до того времени когда автомобиль будет умнее нас иначе зачем мы это все придумывали мы откладывали деньги а некоторые в кредиты и так далее и так далее чтобы потом сесть за руль свои ласточки и вообще не принимать никакого участия в управлении этот машин нет как только такие машины появятся дайте мне знать мы тут же начнем кампанию против такого тюнинга потому что и это нам не нужно иначе зачем наша программа мы перестанем существовать а мы должны существовать и сеять разумное доброе и вечное это был Вадим Никишев с рассказом о том что из себя представляет автотюнинг в России на сегодня и адрес наш автоэкспертиза собачка автоплюс автоэкспертиза все ничего не забыл это был Вадим Никишев меня зовут Максим Приходько до свидания автоэкспертиза Продолжение следует...